Кромочка Начинаем с к чему мы шли Это кромочка Давайте сразу определимся Что кромочки бывают Большинство видов Самые простые Самая простая и для чего она нужна Это для закрепления стенок Корзинки, изделия Придания ему жесткости И законченного вида Может если вы обрежете Это все декоративно Но не несет никакого практического применения Самые простые кромки Это где вы можете просто загибать Раз, пошли Второй прутик Третий И все это наружу под стоечками Потом здесь все это обрезали Вроде как законченный изделий Или же, если хотите чтобы обрезки были внутри Не царапалось То же самое Только вы их вовнутрь То есть стоечка И каждая через стоечку Идет Идет И ложится Вовнутрь И тоже у вас будет Как бы законченное Изделие Но Они Очень крепкие И бывает что Любое движение Может оно Ненадежное Да, ненадежное Вот Мы будем делать простую разгу Простой разгар Ну так как бы Мы Пользуемся Этим постоянно Из нее можно сделать простую разгу Из простой разгу И сразу же можно сделать широкую разгу Простая разга Она идет вровень С веревочкой практически Потому что веревочка вот стенка выпирает А разга ложится Вот Сейчас я вам покажу Как простую разгу И Там будет сразу видно И широкая разга Для этого нам Развить и четыре палочки Понадобится Для этого Ну в принципе Для простой разгины Наверное одной палочки хватит Но мы будем делать Четыре палочки Чтобы вам было легче И И понятнее было Да И понятнее было Переход получится Более плавный Да, да Плавный И вам будет понятнее Какой пруть Куда ложится Делаем мы Заправляем мы Четыре палочки Сначала Первые делаем Вот две Как мы вот веревочку заправляем Как я заправлял Вот две Палочки заправили Теперь От первой палочки Вот Прутик Который Сзади прутика Палочка Значит вот она Вот мы берем И укладываем его Рядом С вот этой палочкой То есть мы вот То есть вместо этой палочки Потом у нас будет прутик Только как мы это сделали Берем еще одну палочку И опять ее уложим На место Здесь у нас будет Когда обойдет круг У нас здесь будет Вместо него прутик То есть мы делаем Замену Сразу для него Забиваем место Да, да Забиваем место Чтобы потом Не шилом раздвигать А в эти места Будут вставляться уже прутики Загнули Загнули кусочку Ставим четвертую палочку И Также загибаем Вот у нас получились Эта палочка Для прутика И эти три Вот так Теперь берем Опять же левый прут Идем как бы Если вот здесь стоечка была Через две стоечки И как веревочка На третьей выходим Но Не идем сразу А Следующий прутик Укладываем Рядом с ней То есть вот получается И так же Следующая операция Опять Через две стоечки Выводим И стоечку которая Стоит Укладываем Рядом с ней Еще один Одинарный прутик Остался Опять мы Выводим И теперь Здесь все время Помогаем пальцами Да Помогаем Всем Ну что это Что за руку Убери Чтобы прут не там А ну да Ну ты поговори Три пары получили Хорошо Да Три пары Три парных прута Явно показать Да Теперь нас интересуют Прутик Которые внутренние Вот видите Они даже видно По толщине Один толще Один Толще Мы наружные Оставляем И берем Теперь только внутренние И делаем с ними Те же операцию Только не трогая Внешних прутев А эти остаются У нас Они будут подрезаться Да Они будут подрезаться То есть вот Из двух прутьев Мы берем Вот этот Который ближе К корзине И его Раз И стоечка Еще раз Берем тот Который ближе К корзине Этот наружный Оставляем Не путайте их Вот опять же Если здесь стоечка Была Через две стоечки Выводим И прут Накрываем Итак Продолжаем операцию Здесь Когда мы закрепляем Кромочкой Тоже смотрите Что в стоечке Постоянно все это Равняет Чтобы у вас Не завалено Было И вот Давайте Быстрее Потому что у нас Прутик сохнет Если сохнет пруть И его не очень быстро делать Не примите Возьмите Влажную тряпочку И протирайте стойки Время работы Да Чувствуйте Если начинать Он да Пересыхлась Да Жестко Жестко идти Подламываться Не дай бог Все Бросайте И лучше Помочить Немножко Провялить Чем Потом его менять надо будет И все такое Ну то есть Мы эту трассу То есть опять Внутренний Стойка Опять Внутренний Через две За третью Опять Вот Раз Два Через две За третью Как в веревочке И все время берем В левой паре Прут Который ближе И вот мы подходим Как раз К переходу То есть здесь мы еще У нас Прут ложится То есть мы Сверху этих прутьев То есть Вот он пришел То есть эту палочку Так вынимаем И эти палочки Тоже Вот таким образом Мы Раз Два Вот они у нас Эти места То есть вот у нас Пришли прутья И теперь наша задача Заменить их То есть берем Эту пару И вставляем И вставляем На место палочки То есть палочка Пока остается Вот Видите Остается Аккуратненько Все это И вот Как бы Вместе с палочкой Палочку вынимаем Пручек у нас Здесь Все И здесь же стоечку Сначала Не сразу заводите ее Вот сразу Бах и завели Она может сломаться Сразу промяли Чтобы она привыкла Потом опять раз Завели И уже она у вас Привыкшая Она у вас Не должна поломаться По идее Вот закрепили Все У нас руки уже свободны Все у нас Как бы закрепло Теперь мы Замещаем Эти пыль То же самое Получается Сдвигает Немножко Берете Опять ближний Этот уже Как бы Не надо Привыкать Все На место палочки Где палочка была Заводите И Ой И вместе с палочкой Раз И ложите на место Вот он ложится На место Где была палочка Опять Кромочка Раз Опять мы Заводим И Вместо палочки Видите Немножко Как восьмерочка Чтобы Прутик Помочь Помогайте Пальчиком И укладьте Каждый прутик Опять раз Все Вот И вот у нас Как бы Кромка готова Нам бы Останется Только Кусачками Вот здесь Их Отрезать И все И готово Но Как бы Если вы хотите Широкую розгусть Делать Еще можно сделать Каждый прутик Можно просто Заправить Вовнутрь Чтобы обрезки Были не снаружи А внутри То есть Ну смотрите Вот эти пары Которые выходили Вы просто Смотрите Вот они Видите Две Вот смотрите Как он идет Вот идет Они вместе 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 И вот его место И то есть Если вы захотите Вы можете Спрятать их Вот сюда Тоже Аккуратненько Помогая Вот И потом Вот видите Укладываем И получается Уже Широкая розган Два на два То есть Два прутика Она гораздо крепче Жестче получается И так по кругу Прошлись И у вас будут Все обрезки Внутри Снаружи не будет Там подрежете Под стоечкой Обрезается И у вас Аккуратненько Изделие Очень красиво Но для этого Для этого Именно изделия Нам нужна Простая роза Будь здорово Здесь получается Буртик наружный Он нам здесь Не нужен Да Буртик нам не нужен Поэтому мы Кстати Лезвие Блин А есть Вот Вот Поэтому мы здесь Подрезаем Подрезаем мы так Чтобы Когда вы будете Трогать корзину Чтобы не было То есть Немножко Отводите И Вот видите Он ложится Вот здесь Ложится На этот прутик Здесь его прижимают И получается Вот так Такая операция Давайте То есть Немножко вниз его оттягиваете Лезвием Аккуратненько Внизу Краснотал Он жестче Поэтому Не так я осторожничаю А белый Режется Хорошо Лезвием И получается Подрезаем Не знаю Видно Видно Подрезаем Лезвием Все стоечки Чуть Чуть Охо Ага Ну так Там Моя ухо влевла Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Подрезаем И у вас Остаются Еще Вот видите 20 Отвешенных Прутьев Из которых Можно сделать Еще Не знаю Хлебничку И все Собирайте Это Никогда Не выбрасывайте Это Собирается Потом По размеру Отбирается И из него Что-то Обязательно Получится Так что Прут Используется Вот у нас Получилась Кромочка Проверили Вот Для Шкатулочки Так что В следующем уроке Мы покажем На донышке Как делать Красивый рисуночек Такой С этим И кромка уже По Будем Делать крышку С бортиком Косичка Так что Подписывайтесь Наше видео В следующем уроке Мы все это расскажем Если было интересно Ставьте палец Делитесь До свидания Продолжение следует